всем привет сегодня я получила посылку с новой для меня пряжей и спицами и о них и будет сегодняшнее видео посылка ко мне пришла из интернет-магазина окатава я впервые вообще делала заказ в этом магазине и выбрала пряжу и спицы с которыми еще никогда не сталкивалась но как говорится всегда очень хочется пробовать что-то новое и интересное на интернет-магазин в описании к видео ссылку оставлю вы сами там сможете посмотреть весь ассортимент там я увидела пряжу и аксессуары которые вообще никогда не встречала в других магазинах в моей посылке всего один артикул пряжи и два вида спиц я начну со спиц давайте вот с этими это круговые спицы коллаж длина вместе с леской 81 сантиметр и у меня номер три с половиной там по моему от двух до пяти миллиметров вот такие спицы идут если кто-то уже вязал такими спицами поделитесь впечатлениями в комментариях у меня такого опыта пока нет страна производства указано канада вообще магазине есть разные номера с разной длиной лески я вот выбрала такие на пробу это квадратные спицы вот так они называются спицы квадратные сделаны они из алюминия вот так и здесь номера номер нанесен лазером и пишут что не стираются спицы вообще такие эргономичные исходя из первых впечатлений очень удобные легкие они на вид по весу очень легкие говорят что при вязании квадратными спицами петли получаются ровнее вот я сейчас покручу вот такой квадрат четкий острые кончики но не не настолько острые чтобы можно было пораниться но и не тупые нравится мне надо вот именно кончик я люблю такие чтобы не слишком тупые были соединение с леской здесь на шарнирах вот спицы я кручу леска остается недвижимой это конечно очень удобного книг про тоже я знаю есть такие когда прокручивается гораздо удобнее вязать сама леска она жесткая как вы видите она имеет память но такую леску можно размягчить горячей воде я уже как-то рассказывала про спицы ади как я с ними справляюсь опускаю вот так леску как она есть начинаю опускать от начала и она сама размягчается вот так в горячую воду подержала она видно прям что она размягчилась леска потом достаю вот так растягиваю вот так подержала вытерла все и храню я показывала как потом я их уже потом не скручиваю тогда они потом не скручиваются ну вот то что они она вот такая жестковатая не сказать прям что она прям совсем жесткая ну конечно это не чагу там совсем мягкая леска больше она похожа на леску ади вот эта леска как на спицах ради только вот у 1 не прокручивается здесь прокручивается и на таких спицах они довольно скользкий ну хотя и скользкие не очень скользкие в общем я думаю что такими спицами будет удобно вязать хлопок и полухлопок по леске она леска вот сама она гладкая такая по ней будет очень хорошо петли скользить потому что есть такое что у чагу некоторые хлопок и полухлопок немножко затрудненно двигаются по леске здесь будет как у адио так легко двигаться такие спицы эти петли вторые спицы это чулочные той же фирмы калаш прямо вот так достану длина спиц 17 сантиметров они тоже квадратные и здесь кроме того что нанесен номер здесь еще есть вот такая разметка по сантиметрам можно измерять образец плотность вязания образцом по образцу спицы тоже изготовлены из алюминия по ощущение очень легкие для рук удобные так да очень удобно и длина такая оптимальная хорошая но они правда ну просто очень легкие здорово конечно вообще я со временем хочу приобрести наборы чулочных спиц всех размеров которыми я чаще всего пользуюсь чтобы вязать по кругу детали которые не имеют какой-то большой длины в частности вот рукава например сейчас я вижу рукава вообще по кругу методом magic loop ну вот теперь попробую вязать чулочными спицами и сравню как будет удобно я выбрала номер три с половиной также здесь еще идет вот такая линейка тут по-русски ничего нет ну это плотный картон такой пользоваться можно попробую чем интересно мне повязать такими спицами тоже кстати вот кончик хороший здесь можно образцы вязать такими спицами удобно будет ладно будем пробовать буду пробовать и делиться своими впечатлениями в своих видео вообще люблю пробовать что-то новое и пряжа пряжа это вот такая nurturing фибрис это эко бамбук вот такая это стопроцентный бамбук в моточке здесь 50 граммов длина нити в одном мотке 125 метров так рекомендуемые спицы 33 с половиной указано что размер в 10 сантиметров 27 петель и 37 рядов цвет у меня b24 1603 вот такой лаванда вообще пряжа с шикарным шелковым блеском очень красивые цвета я прям несколько разных цветов хотела выбрать но вот остановилась на этом цвете лаванда вообще как известно бамбук это уникальный конечно экологически чистый материал вообще конкретно по этой пряжи так что не могу найти этот хотела не изнутри а снаружи не хочется раскручивать может быть она вот она а это изнутри ну ладно разница принципе нет хотя я изнутри не вижу я ее потом найду снаружи потому что я держателями пользуюсь при вязании это самый лучший способ чтобы пряжа особенно вот такая скользкая не разваливалась на части не на части сам моточек не разваливался и не запутывалась нить на сайте написано что это пряжа изготавливается в кейптауне и окрашивается перематывается вручную и структура нити позволяет вязать из нее спицами и крючком она очень мягкая так наверно вот так я сейчас сложу несколько ниточек вот так видно да что она очень хорошо так складывается мне кажется даже просто посмотрев на нее уже понятно насколько она мягкая пишет вот ручное украшение интересно что вроде как каждый моточек неповторим из такой пряжи конечно можно вязать летние платья топ и блузки юбки сарафаны пляжные туники все что угодно я планирую вязать летний топ есть у меня уже в голове несколько вариантов идей осталось только из них выбрать сначала конечно нужно связать образец по качеству ниточка напоминает шелк она хорошо крученная при этом она не жестко жесткости не добавляет это крутка и такая одежда из такой пряжи она будет хорошо драпироваться шелковая прямо на сайте можно посмотреть там есть изделия из этой пряжи я посмотрела уже готовые изделия там фото просто представлены интересно было посмотреть красиво смотрится блестит также такая пряжа отлично подойдет для вязания и детских вещей поскольку это эко бамбук она не вызывает аллергию обладает антибактериальными свойствами не электризуется и она конечно мягче самого мягкого хлопка бамбук отлично пропускает воздух и обладает способностью сохранять прохладу в жару хотя можно и не только летние вещи вот у бамбука есть такое свойство в жару он дает прохладу а в холод он согревает и можно вязать и аксессуары какие-то и любые полноценные изделия цена конечно не дешевая но указано что это именно натуральный бамбук не искусственный аналог а цена как известно на натуральный бамбук она обычно всегда выше чем на напрямую например на хлопок так как хлопок это тоже является летним летней пряжей прочная довольно прочное полотно получается из бамбука также как и из хлопка но она более износостойкой прочная перед началом вязания из такой пряжи вообще нужно сделать не маленький образец постирать обязательно высушить и при необходимости если есть такая необходимость отгладить и только после этого сделать необходимые расчеты так как все-таки бамбук он подвержен какой-то деформации но здесь опять же нужно правильно подобрать и в том числе инструмент потому что пряжа довольно скользкая ее можно вязать и деревянными спицами кто-то и все время вяжет деревянными спицами я вот крайне редко использую деревянной спицами но вот для начинающих например конечно вязать на каких-то скользких если сами спицы скользкие еще и пряжа такая вот гладкая как шелк то будет немножко проблематично поэтому лучше брать какие-то не не очень скользкие спицы стирать эту пряжу рекомендуют вручную при температуре не выше 30 градусов и не использовать какие-то агрессивные средства желательно не отжимать вернее как ну да не выкручивать отжать в полотенце и сушить на горизонтальной поверхности и если грамотно все сделать то вы получите вещи изначально задуманного размера носить одежду из такого волокна очень комфортно поэтому я думаю что затраченные усилия они того стоит вот я ее держу в руках она очень-очень приятная я с удовольствием буду вязать из новой пряжа также попробую новые спицы вам также желаю вдохновения вяжите с удовольствием и до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok